И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по нашему обзору, который уже нам немножко приелся. Ну, что поделать, какой-то у нас он вот такой вот получается. Третий день, третий день обзора охоты за звездами. Посмотрим, что сегодня у нас изменилось. Выделим сегодня только три последних места топ-десятки, то есть восьмое, девятое и десятое. По сути, во втором видео, во втором дню и во втором обзоре вообще, в принципе, я уже рассказал, по сути, по этой топ-шестерке-семерке игроков. Кто такие, что из себя представляют и какими целями они, в принципе, занимаются, чего они хотят добиться. В принципе, все это я уже рассказал в предыдущем ролике. Кто его, ребят, не посмотрел, то можете обязательно перейти посмотреть. Ссылочку на него я оставлю в описании, если вы вдруг еще этого не видели. Но у нас сегодня новый обзор. Сразу, ребят, прожимаем лайкосик на данный ролик. Спасибо всем, кто поддерживает данные обзоры. Мне очень приятно. Я вижу, что это вам нравится, поэтому продолжаю снимать именно такого плана ролик. Что касаемо сегодняшнего обзора, как я уже сказал, пройдемся по трём последним местам топ-десятки. Сейчас у нас восьмое место занимает VIP-YouTube. Парень вчера так же само был на восьмом или на седьмом месте, то есть в топе он уже держится. И для меня, если честно, немножко удивление есть относительно его заработанного опыта. Двадцать тысяч опыта заработано. При этом у него сейчас тысяча, почти полторы тысячи звезд. Немножко странно, почему так много звезд и так мало опыта. И для меня, честно говоря, непонятно. Возможно, в первом дне, именно на прошлой неделе, он набил большее количество звезд. Ну, то есть он набил... Он должен был набить тогда за день где-то 700 звезд, но мне это мало верится. И я, если честно, не понимаю, каким образом игрок сейчас находится на восьмом месте топа. Будем следить именно за данным игроком. Посмотрим, как изменится обзорчик. Именно... Не то, что даже обзорчик, а количество его звезд завтра. Посмотрим, что с ним вообще произойдет. Будет ли держаться он в топе или нет. Но пока он у нас уже второй день держится. Что касаемо девятого места, то у нас игрок с ником Промокод, он же Биг Танкс. Очередной мульт, очередной ивент. И он опять борется за топ-10. На войне он боролся у нас на другом аккаунтике. За Легаси. Там он занял восьмое или девятое место. Не помню точно. Может еще какое-то другое. В принципе, по этому поводу можете отписать в комментарии. Кто знает точнее, именно какое место он там занял. Но точно помню его историю. То, что он собирался в последний день уходить спать. В итоге ушел спать с отрывом каким-то там 200-300 звезд. Думал, что он придет и все закончится. Все окей. Решил проснуться чуть пораньше. Зашел. И оказывается, он был уже на одиннадцатом месте. И успел влететь в эту десятку на последних секундах. Поэтому есть такой момент, что в данных охотах на звездах надо вот прям до последнего часа, наверное, играть. Если у вас там отрыв там 200 звезд, не знаю, там 100 звезд. Ну, сами понимаете, что если вы уходите спать, то есть те, которые наоборот будут играть до последнего, до победного. Поэтому как-то так. Что касаемо 10-го места, край, знаю, что это грузинский игрок. Играл раньше много на всяких различных марафонах. Сейчас борется за эту топ-десятку. И, в принципе, знаю, сколько времени данный игрок может уделить игре. И уверен в том, что если игрок данный задался себе целью именно-таки забрать топ-10, то, в принципе, он сможет достичь этой цели. Что касаемо 11-го, 12-го, ну, короче, от 10-го до 15-го так места, пока все очень-таки непонятно. Единственное, могу выделить один ник, миссис Валевская. Знаю этот ник. Многое пересекался во всяких марафонах, еще тому прочему. И знаю, что эта девушка тоже может уделить много времени именно игре. Может тоже, если задастся этой целью набрать этот именно топ-10, то может тоже постараться его занять. Поэтому мне вот тоже интересно, как эта десятка будет меняться. Единственное, что я могу сказать, что, скорее всего, игрок с ником промокод, он же BigTanks, будет стараться именно достичь этой цели. И больше всех вот из этих последних мест, я думаю, будет именно бороться за эту топ-10. Что касаемо у нас первой пятерки, даже шестерки, я бы сказал, ну, даже шестерки, семерки, эти игроки уже начинают потихоньку отрываться, стабильно набивая звезды. Что касаемо моего трио Team Pointers, я уже вообще ничего не говорю. Эти ребята уже просто каждый день уделяют столько времени, сколько, в принципе, считают нужным. Но пока это очень-таки большие цифры. Вчера я говорил вечером с Аветисом, он сказал, что пока отрыва хотя бы в 500 звезд не будет от топ-10, хотя, в принципе, сегодня уже отрыв этот имеется, то останавливаться точно нет смысла. Он хочет бороться именно до тех пор, пока не будет 100% уже уверен в том, что он не слетит именно с этого топ-10. Поэтому максимально времени именно дневного они уделяют троем именно набитию звезд. Понятно, что самая большая скорость набития звезд именно-таки у них, у этих троих игроков. Но все равно ЖК Микс у нас не уступает сейчас вообще никак. И, в принципе, в этом плане он все-таки не потеряет. Скорее всего, это топ-1. Не хочет он этим это именно-таки терять. Но будем следить, будем смотреть. Понятное дело, что, в принципе, Трио пока именно-таки не нацелена на это первое место. В принципе, им главное удержаться в этой топ-10. Но зачем им это первое место? Оно все равно ничего им, в принципе, не даст. Хотя у другого игрока именно-таки у Микса другая цель. Поэтому будем смотреть, как все будет это меняться. Также я хотел сегодня еще просто открыть рейтинг и посмотреть и показать вам, в принципе, сколько уже кристаллов набили это самое Трио. И, в принципе, вообще все игроки, которые сейчас у нас занимают топ-10. На первом месте у нас Адвокат, который набил сейчас у нас второй день только вот именно-таки по рейтингу. И уже набито почти 300 тысяч кристаллов. Это очень большая сумма. И, в принципе, за неделю такими темпами можно набить... Ну, миллион можно набить. Можно постараться, можно доколотить именно этот миллион. Поэтому будем смотреть. Мне очень-таки интересно, можно ли зацепиться именно-таки за большие цифры, чем 1 миллион. Поэтому посмотрим, посмотрим, чем это все дело кончится. Но пока расстановка именно по заработанным кристаллам. Первые три места занимает наше Трио. Дальше игрок, который у нас по охоте занимает пятое место. Потом именно-таки микс. Хотя, в принципе, для него этот показатель лучше, чем показатели легенд. Все-таки легенды, понятное дело, что будут зарабатывать именно-таки больше. Поэтому в этом плане для него этот показатель лучше всех, я думаю, чем даже сравнивать именно с легендами. Поэтому как-то так. Я думаю, что, в принципе, сегодня такой вот обзор у нас получился. Ничего больше я добавлять не буду. Будем следить за этими обзорами. Поэтому, ребят, прожимаем лайкосик на данный ролик. Как я уже и сказал, подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор. Но у меня на этом все. Спасибо, ребят, что посмотрели данный ролик. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...